Вейахель 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 Вейхель 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 И вот после того, как Машеф зашел повторный раз на гору, спустился, принес опять скрижали, опять по велению Отсевышнего строить Скинию. И интересный момент, значит, фактически в самом начале строительства Скинии опять упоминание о субботе, но если, когда первый раз упоминается, скажем так, суббота, как заповедь о том, чтобы шесть дней работать один день Господу, первый раз это упоминалось в связи с манном. Что такое манн для нас или манна, как мы ее привыкли называть? Это, собственно, наше пропитание, благодаря которому мы живем. Хлеб наш насущный, так мы еще называем это, да? Значит, и как бы, ну, понятно, что нам это делать надо, добывать себе хлеб свой насущный, поэтому мы выходим в течение рабочей недели на работу, зарабатываем денежки, покупаем себе что-то на это. И здесь, безусловно, необходимо делать остановки для того, чтобы передохнуть, чтобы не загнуться, так сказать, на работе, чтобы не стать рабами работы. Но здесь, казалось бы, ну, совсем другое дело. Строительство Скинии, Божье дело. Как вы думаете, делая дело Божье, надо делать остановки? Писание говорит, что надо. Причем это обязательно. И собрал Маше все общество сынов Израиля и сказал им, вот слова, которые велел Господь исполнить. Шесть дней можно делать работу, в седьмой же день добудет освящение полного покоя Господу. Всякий, производящий в него работу, предан будет смерти. То есть, даже при строительстве Скинии очень важно делать остановки. И один интересный момент из иудейских источников. Значит, в реальности еврейский суд не может приговорить человека к смерти за нарушение субботы. Но принцип того, что нарушается суббота, влечет за собой смерть, этот принцип очень важен. Мироздание устроено таким образом, что если человек, увлеченный каким-то делом или какой-то идеей, движется без остановки, ну, собственно говоря, когда мы чем-то увлечены, нас нужно останавливать и нас нужно отрывать от того, чем мы занимаемся. Так вот, в таком состоянии очень легко уйти не туда. И остановки очень важны для того, чтобы остановиться и посмотреть, где я нахожусь, что я делаю, каких результатов достиг, соответствует ли это той глобальной цели, ради которой я вообще этим занимаюсь. Если мы этого делать не будем, то очень большой, ну, не просто очень большой, Писание говорит, что цели мы не достигнем. То есть тот, кто не совершает остановок на своем пути, даже когда делает дело Божье, он обречен на гибель. И мы должны это учитывать в своей жизни и делать эти остановки, как говорит Писание, «Остановитесь и познайте, что я Бог». То есть если мы в своем деле, каким бы оно благородным, святым и Божьим ни было, не будем делать этих остановок для того, чтобы в фокусе всегда держать Всевышнего, мы погибнем на этом пути. Поэтому давайте примем это к сведению. Еще один момент интересный. Значит, это 35 глава, исхода, 4 стих. «И сказал Маше всей общине сынов Израиля так, вот что повелел Господь, сказав». И там дальше перечисляется о необходимости принести приношение, то есть материалы для строительства скинии. И мы помним, что несколько недельных глав назад, была недельная глава, называвшаяся Трума, называющаяся, значит, и там говорится о том, что каждый, кто хочет, добровольно должен принести, ну, добровольно может принести. Даже более того, там сказано, от всякого доброходно приносящего принимай. Это было сказано Маше. И получается, что Маше и Аарон не имели права принимать дары на строительство скинии, если они не были добровольны. Ключевой момент. И это не заповедь, не повеление. Это, скажем так, вот как написано, доброходно дающего любит Бог. То есть то, что должно было быть построено, как место встречи Бога с Его народом, оно должно было основываться исключительно на доброходных сердцах, ну, на доброходном расположении сердца. Здесь же мы видим совсем другую картину. Бог повелел принести. Либо Писание противоречит само себе, либо что-то все-таки изменилось. Давайте подумаем. Когда звучали слова о доброходных приношениях? Они звучали, когда Маше был на горе, и золотого тельца еще не было. А сейчас мы слышим слова Всевышнего, которые звучат уже после истории с золотым тельцом, после второго восхождения Маше, уже после получения вторых скрижалей. И мы помним, что до золотого тельца кто должен был священодействовать в народе? Первенцы. После всех этих историй мы видим тоже изменения. Это уже было исключительно колено Левия. И из колено Левия одна семья, потом прямые потомки Аарона. Они были отделены для того, чтобы совершать всю службу в Скинии, а и в дальнейшем в храме. То есть в связи с историей с золотым тельцом произошли некоторые изменения. Но, что интересно, значит, повеление прозвучало, да? И это уже как приказ. То есть тут нет вариантов. Хочу, не хочу. Это уже приказ. И его надо выполнять. Но. 35 глава, 10 стих. И всякий мудрый сердцем из вас пусть придет и сделает все, что повелел Господь. Еще один интересный момент. Тут говорится о том, что... Ну, сначала говорилось, что только Бецалель и Агалиаф, они будут строить Скинию. Сейчас говорится, что не только эти двое, но они назначаются ответственными. Но при всем при этом всякий мудрый сердцем, кого влечет это сердце. То есть тут опять элемент доброхотности. Значит, придет и сделает все, что повелел Господь. То есть, другими словами, Господь организует команду во главе, которая ставит Бецалеля и Агалиафа. И они должны руководить. У них есть, скажем так, отмаше, откровение о том, каким образом должно быть все. Но каждый человек, который имеет способность, имеет возможность, имеет желание, может прийти и участвовать в этом. Знаете, я вот все вот это рассказываю, и у меня параллель с нашей ситуацией. Знаете, вот наша община сейчас находится в состоянии, как в пустыне. У нас нет своего дома. Точнее, как. Он как бы есть, но он в процессе создания. И есть люди, которые уже ответственны за то, чтобы эти вопросы решались. Но также есть община. Община, в которой есть люди, которые имеют какие-то дары, какие-то таланты от Бога. Кто-то может иметь талант зарабатывать деньги. Кто-то имеет талант сделать проект. Кто-то имеет еще какой-то талант. Это все к тому, что мы должны проводить параллели из того, что мы видим в Писании, с тем, что происходит в нашей жизни. У нас есть здание, оно строится. Точно так же, как тогда строилась Скиния. И есть определенные Божьи какие-то откровения о том, как это должно быть. Есть люди, которые призваны участвовать в этом. То есть, Писание говорит о том, что вся община, весь народ должен участвовать в этом. То есть, каждый из присутствующих может задать себе вопрос, Господь, а как это должно произойти с моей стороны? Чем я лично могу поучаствовать? Значит, и вот народ приносит пожертвования. Вот 35 глава, 20-29 стих. «И вышла вся община сынов Израиля от Маше. Приходили каждый, кого влекло сердце, каждый, кого располагал дух. Приносили они приношение Господу для устроения шатра соборного и всякого служения в нем и для одежд священных». То есть, ключевой момент – вся община. Но обратите внимание, они приходили, вот я еще раз, «Кого влекло сердце? Каждый, кого располагал дух». Ну, то есть, был приказ, было повеление, но они это делали не как исполнение приказа и повеления, а как вот именно по расположению сердца. То есть, знаете, вот, может быть, ну, разные ситуации могут быть. Вот, скажем, мне кто-то отдает приказ, и у меня нет вариантов его обсуждения, я должен выполнить. И неважно, хочу я или не хочу, я иду и делаю. Есть другая ситуация. Мне никто ничего не приказывает, я вижу нужду, я иду, делаю по расположению своего сердца. Доброходно. Это вторая ситуация. А есть третья ситуация. «У меня есть приказ, но я делаю его именно с добрым расположением сердца». И как вы думаете, вот, ну, из этих трех ситуаций отношение Всевышнего, оно будет отличаться? Первое, я получил приказ, сделал отношение Всевышнего ко мне. Я не получал приказа, увидел нужду, добровольно пошел и сделал, вот, ну, по своему усмотрению. Вот Давид, например, хотел устроить храм, да? Это было его доброе сердце по отношению ко Всевышнему. Он мог это сделать? В принципе, у него все было. Но Господь сказал, «Нет, не ты». То есть, понимаете, вот такая ситуация. Я увидел, я захотел, я сделал отношение Всевышнего на эту ситуацию. И третья ситуация. Я получил повеление, приказ, но сделал его так, как будто я не приказ получал. Вот какая из этих трех ситуаций была бы более приятная Всевышнему? Я думаю, что третья. Знаете почему? Потому что, ну, приказы не обсуждаются, но и вариантов нет. Но если я то, что я должен делать, делаю доброходно, тут один момент. Если я делаю по собственной инициативе, я могу сделать и не так, как надо. А кто глава всего? Кто домостроитель? И что? И он знает, что делать, где делать, когда, как, почему, зачем и на какие деньги. Понимаете? И когда у меня есть приказ, и у меня есть обеспечение всего необходимого, и я делаю это, ну, доброходно, написано же, доброходно дающего любит Бог. Есть приказ? «Принесите пожертвования». Народ принес, но принес не так, как должен, а потому, что сердце влекло. Я думаю, что здесь сыграло роль еще и то обстоятельство, что это было именно после истории с золотым тельцом. Ведь на золотого тельца народ нес доброходно по расположению сердца. но не так, как хотел этого Бог. Понимаете? И в результате того, что Бог простил, помиловал народ, благодарность, она произвела вот это желание послужить Господу, может быть, где-то так, чтобы перекрыть свой грех, но, собственно, там уже вопрос был решен, и это не была ситуация, где надо было откупаться от Бога. Вы понимаете? Милость уже была явлена, и поэтому народ, получив приказ, исполнил его с такой радостью, что это вот действительно было, ну, я думаю, что Богу это было особенно приятно, видя вот такую вот реакцию. И еще один очень интересный момент, это, значит, у нас 38 глава книги «Исход», 8 стих. Я уже когда-то говорил о нем, сейчас я хочу немножечко, ну, в преддверии 8 марта, о женщинах. Значит, разные варианты перевода этого стиха. В синодальном о женщинах там вообще не говорится ничего. Значит, я читаю различные переводы. «И сделал умывальник из меди, и подножие его из меди из зеркал женщин, которые толпились у входа шатра соборного». То есть, вот этот вот медный умывальник сделан был из зеркал женщин. Ну, вроде бы просто констатация факта, да? Значит, другой перевод. «И сделал умывальник из меди, подножие его из меди, с изящными изображениями, украшающими в ход скини и собрания». Это синодальный перевод, тут женщины вообще не упоминаются. Другой перевод. «Сделал умывальницу медную, основание медное, и зеркал служительниц, которые служили при дверях скини и собрания». Опять упоминаются женщины и их зеркала. Ну, я уже рассказывал о том, что такое для женщины пожертвовать свое зеркало, в котором она наводит свою красоту. Это действительно жертва. Значит, есть еще один перевод, он мне вообще вот… Ну, то есть, тут как бы нужно понять такой момент, что женщины, в принципе, не обязаны были вообще участвовать в строительстве, но они, опять же, доброхотно по собственной инициативе приходили и помогали, чем могли. Значит, и, собственно, памятник этим женщинам, это вот этот умывальник медный. Значит, это вписание, то есть, он, этот памятник женщинам, которые доброхотно служили Всевышнему, хотя не были обязаны, он был в скинии, он был в храме, он имеется в Писании, но есть еще два вообще потрясающих перевода. Значит, «И сделал умывальник из меди на медном основании, из зеркал женщин, которые по своей доброй воле собрались у входа в шатер откровений». А, сейчас, то есть, тут опять женщина, другой момент. «И сделал умывальник из меди, его подножие из меди, с изображением служительниц, которые служат у входа в шатер собрания, ну, это вариант, я не думаю, что оно было так, но вот один еврей, не глупый, потому что сделал перевод Торы, вот он решил, что вот правильным будет такой перевод, что это, этот умывальник, он был не просто умывальником, ну, то есть, они же в зеркала смотрелись, образ запечатлен, и на этом умывальнике запечатлел лица тех женщин, которые пожертвовали своей красотой, так сказать, ради служения Всевышнему». И еще один перевод, это вообще просто бомба, это перевод Google, Google-переводчик. Я просто взял, скопировал текст на еврите, думаю, «А как же ж Google переведет?» «И он оживил дерево и свою палатку в глазах женщин, которые установили палатку собрания». Google утверждает, что там вообще произошло чудо. Женщины участвовали, и они были удостоены того, что увидели чудо оживления дерева, а собственно то, что Бог делает с человечеством через Израиль и через Мессию, это и есть не что иное, как оживление дерева, а палатка – это собственно наше собрание, мы перед Ним, и Он нас оживляет. Это Его любовь, написано же, что доброход надающего любит Бог. Так вот, Его любовь проявляется к нам, когда мы доброход надаем тем, что Он нас оживляет. Так что не забывайте, что мы сейчас в процессе строительства. Спасибо за внимание. Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиех, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве не являются исключением. Для нас следующий год – это послание к евреям. 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания, в нашей вере, они будут приводить к большим переменам. Субтитры создавал DimaTorzok